36 финалистов премии Music Star Kids в этот вечер стали настоящими звездами. Вторая церемония проходила в особо торжественной обстановке. Все детки поют от симфоджазовый оркестр на одной сцене, 20 музыкантов. И это действительно дорогого стоит, потому что не каждому дано вообще в принципе спеть с оркестром. Это бесценно. Жюри оно адекватно будет оценивать, это будет открытое голосование. То есть тут же наши зрители и гости смогут видеть, какие баллы поставило жюри. То есть мы совершенно ничего не скрываем. Любой конкурс для меня это новый опыт, новые знакомства, бесценные эмоции и, конечно, работа с профессиональными музыкантами. И это очень интересно, постоянно для себя открывая что-то новое. Все мы очень много трудимся, очень много работаем над собой. И я думаю, все получится. В общем, это первый такой опыт, где я работала с музыкантами, прошла на второй тур. Я думаю, это будет хорошим стартом, потому что я набралась много опыта, познакомилась с многими людьми. И я думаю, что на этом ничего не закончится, это только начало. В составе жюри известны продюсеры и музыканты. В их числе джазовая дива Этери Бериашвили. Я всегда с трепетом отношусь к приглашению быть в жюри того или иного конкурса. Тут конкурс меня заинтересовал, потому что в Мурале хорошо поют. Даже очень хорошо. И хотелось все-таки... То есть все-все дети, которые приезжают в Московский конкурс, которых я слышу, из Челябинска, из Екатеринбурга, из Иркутска, из Новосибирска, что-то в них есть. Какая-то здесь другая школа, очень интересная. Даже, может быть, здесь такое вокальное будущее России, знаете, возрождается. Поэтому всегда приятно очень состоять у истоков зарождения маленькой звездочек, которая потом станет большой звездой, большим профессионалом. Кстати, помимо взрослого жюри, баллы юным конкурсантам выставляли и их ровесники. Они судили о выступлениях со своей точки зрения. Ни разу не слышала про детское жюри. И это, мне кажется, очень хорошо придумано, что дети могут со своей стороны как-то... Может быть, они могут по-другому понять, не так, как взрослые. Я прочитаю, чего он упадал. Ты от того лично ужна считать. Я люблю себя на общество. Очень часто такие музыкальные проекты сравнивают с подобными им конкурсами и премиями федерального масштаба. В этом смысле проект получился более чем достойным. Я вижу уникальность в том, что дети получают огромный опыт при выступлении с живыми музыкантами. Это не минусовка. Здесь музыка живая. Выступление живое. И, соответственно, мы хотим, чтобы дети окунулись в эту атмосферу. Потому что сейчас все равняются на шоу «Голос» и другие подобные проекты, которые идут под живой звук. А мы хотим здесь, в Челябинске, на Уральской земле сделать не что-то подобное или похожее, что-то свое, но для детей, чтобы они могли раскрыться и почувствовать себя настоящими профессиональными артистами. Я всегда против того, чтобы дети были сразу со звездной болезнью, потому что победа в конкурсах – это всегда приводит к немножко нездоровым таким штукам. Поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы это стало стартом для еще более глубокого изучения музыки, потому что музыку надо изучать, музыку надо понимать. Поэтому хочется, чтобы дети, это был старт для них, для становления профессионалами. А профессионалами можно стать только, если вы, знаете, не только выступаете на сцене, но и знаете теорию. По словам организаторов, далеко не все юные вокалисты смогли попасть в финал, но проект обещает быть долгосрочным, а поэтому можно будет попробовать свои силы в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»